С 3 по 7 ноября в городе пройдет ряд мероприятий с массовым участием сочинцев. И, конечно же, на курорте будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Глава города просит сотрудников полиции не отказываться от помощи казачьих дружинников, а всю общественность и актив города обращать внимание на подозрительных лиц. Примером может стать гаражный кооператив на Альпийской. Из 250 объектов было проверено два, и то там выявлена масса нарушений, вплоть до неучтенных иностранных граждан, снимающих жилье. В Сочи, как никто другой из всех городов, очень много выделил земельных участков для гаражей. Цель была правильная, чтобы не было бардака с автотранспортом. В этих гаражах должны стоять автомобили. Но произошло все наоборот. В этих гаражах нет автомобилей практически. Там у нас все, что угодно. Люди проживают, еще чем-то творят, коммерческой деятельностью занимаются. Это же безобразие. Сегодня Анатолий Пахомов распорядился начать в Сочи тотальную проверку гаражей совместно с органами прокуратуры и полиции. Эту работу поручено возглавить заместителем главы города. Что касается отопительного сезона, который традиционно начинается с 15 ноября, то по просьбе жителей он начнется раньше. Но не везде начнется поэтапное включение отопления. Например, председатель ТОС из Дагомеса заявил, что у них жители решили дождаться официального начала отопительного сезона. Другие готовы уже со 2 ноября получать тепло. В целом в городе все объекты уже готовы к подаче горячей воды в батареи. Город успешно получил паспорт готовности к зиме. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.